Девочка-пай 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 Зигис Девочка-пай Девочка-пай СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит, продолжаем ссориться, да? Продолжаем. Продолжаем? Вот именно. Не надо. Давай. Я ж тебя просила, как человека. Давай, переходим аккуратно. Ну, сейчас держи. Миш, как дурачок такой. Что я делаю? Ты. Вот именно. Ты ничего не делаешь. Лучше бы помог. Иди домой, понял? Да иди сама домой. Рыбке для тебя важнее. Да. Да ну тебя. 130-й. 130-й. Термин здесь. Ваш клиент попросил немного подождать. Ладно, подожду я. 62-й, примите вызов. Калибин 42, корпус 2. Первый подъезд. Заказ принял, выезжаю. Спасибо. Счастливого пути. Ребята, кто сейчас в раннику? Кажется, Артур был. 42-й, Артур. Что значит поликлинику? Вы же в районе раннику. Чуть что сразу, Артур. Я вообще в рай. У меня клиент. Кто его пошли? Ему все равно подоедут. Волли, ты еще на пире. Нужно здесь клиента с собакой. Детка, ну какая собака? Я же только утром салон вычистил. Тогда поедете в кауду. Ладно, говори адрес собаки. Да, они тебя ждут. Возвольте у вас. Ладно, нет. Заказ принял. Да я буду. Осторожно. Ой, спасибо. Вы очень любите. Мама. Доброе утро, Едь. Как спалось, доченька? Тебе кажется, что я... Надень их мне. Забудь про них. Ты обязательно встанешь на ноги. Доктор обещал. Но танцевать ты не будешь никогда. Смирись с этой мыслью. Я хочу, чтобы ты мне их надела. Анна становилась подлива. Вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов. Туда, говорила она себе, глядя в тень вагона. Туда, на самую середину. И я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Ровно в ту минуту, как середина между колесами поравнялась с нею, Анна упала под вагон на руки и опустилась на колено. И в ту же... Эй! Ну как? Ну что, молчите? Клево. Ладно, не пойду я так. Хорошо. Пап, погоны. А, выбрось их. Твои что ли? Военная тайна. Совершенно секретно. Радиоразведка. Так вы что, глушили голос Америки? Я узнавал командиров Б-52 по голосу. Он был у университетской разведки. Я про их жен все знал, про детей. Каких жен? Которым они звонили, когда были посреди Атлантического океана. Вот оно как. Я знал годовщины их свадеб и даже длину их шлангов в саду. Пап, тут твои письма маме. Подписан его даже. Твой Эрвин. Я, как остров чужой, одинокий, пробудившийся ранней весной в океане туманно-далеком, неуютный, холодный и злой. Гронский! Гронский! Отец! Отец! Сон принести? Да не надо! Ну давай теперь в мою. И не изображаю грызенью совести. Ну я не понимаю, зачем мне это нужно. Тыщ, тыщ. Мне пистолет никогда не понадобится. Я занимаюсь детьми. Ну что ты от меня? Тебя подвезти? Спасибо, я сама. Пока. Пока. Продолжение следует... 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 Я их помню. Сергей. Их было даже шесть, но двое передумали. Даже трое. Но этот, этот уже не успел отскочить. Тишина! Я прошу вас, продолжайте, пожалуйста. Так после выхода Анны Карениной это вообще в моду вошло под поезд бросаться. Да и сейчас тоже. Вот недавно одна такое выкинула. Посмотрите, разлеглась, волосы убрала, чтобы лицо видно было. Спокойнее, ребята, спокойнее. Это, правда, не совсем самоубийца, но близкая к этому. Адреналиновая зависимость. Вот телефон. Ребята, не толкайтесь, все увидите. Потом, не дай бог, в интернете вывесит, если, конечно, живая. И вот и разбирайтесь сейчас, где тут правда жизни, а где правда искусства. Здравствуйте. Можно доктора Вахера? Да. Покажите-ка. С вашими пальчиками, я думаю, мы и сами справимся. Дежурному хирургу принять полицейского с пораненной рукой. Нет-нет-нет, спасибо. Я приду в другой раз, когда будет доктор Вахер. До свидания. Ну что опять случилось? Ну и ну. Сбежала. Кто сбежал? Пациентка сбежала. Что только женщина не придумает, чтобы подкатить к Мартину. А, это ты? А я во сне видел, что Бронский вернулся. Зачем ты пришел? Не знаю. Врач сказал. Ты похож на свою мать. Импровизатор, как и она. А, помнишь, мать мне подарок принесла, а ты выбросил. Не помню. Да ладно. А ты взял и стал машинистом, не назло. Машинист я, потому что мне поезда нравятся. Этот чертов игрушечный поезд я спрятал на шкафу за книгами. Теперь уже все равно. Мне в рейс на настоящем поезде. Попробуй его тоже спрятать. Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Добрый день. Добрый день. Мне нужно поговорить с вами. Пройдемте. Почему вы так ведете себя с классной? Как это так? Ну, я видела, как она плакала, когда шла домой. Кристина еще молодая учительница и все принимает близко к сердцу. А для работы с такими, как вы, нужна толстая шкура, которой у нее пока еще нет. На нет и суда нет. Глеб, это мой самокат! Так, друзья мои. Значит, договорились так. Чей это самокат придет с отцом или с матерью, получит его назад. Пойдем, продезапевтируем, ничего страшного. Это мой самокат. Ты им всем виноват. Можно вас на минутку? Почки совсем не работают. В нашей клинике в таких случаях обращаются к доктору Вахеру. Он может сотворить чудо. Так в усилной оперируют. Деньги не проблема. Конечно, не проблема. Проблема найти подходящий орган. В нашей практике разное бывает. Недавно один молодой человек пожертвовал почку своей тещи. Теща? Да, да. С одной почкой человек может жить нормально. Как у вас со здоровьем? Проблемы есть? Я имею в виду проблемы с обменом веществ. Давайте-ка мы оформим вас в стационар, сделаем все анализы, и заодно оформим акт о пожертвовании органа. Согласны? Так что? С этими запчастями у нас дело обстоит так. Отвинтят, от старого к новому прикрутят. Но чтобы наоборот, неа. Нет. Ян, срочно получи разрешение и засеки мобильник доктора Вахера. Его нигде нет. Как там девочка? Думаю, ее хотели использовать как донора. Ты что, серьезно? Ребенок может прожить и с одной почкой, потом его можно устроить в детский дом, или забрать обе почки, а что останется? Ладно, хватит. Посмотри-ка, не видишь там никого знакомого? А вон, того дяденьку в зеленом плаще, посмотри-ка на ней. Придержи-ка его пару часов. Музыка. Тебя, может, не видишь там? Вон, того дядя. А вон, того дядя. Пошли-ка. Вон, того дядя. Музыка. КОНЕЦ 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 Это я его протестировала. А! А чё, клёво хочешь попробовать? Я? А, нет, мне пора. Ну, давай-давай, а я ещё задержусь работой навалом. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый вечер, дочка. Привет. Папа задержится, у него там что-то очень серьёзное. Что тебе приготовить? Я уже ела. Шут и ню подтянулись полностью к потолку. И... Батман. И заканчиваем. Аккуратно. Аттитюд вперёд. Спасибо. Попевайте нам. КОНЕЦ Вот, внимание. Нет? Видишь, у меня так всегда, я не знаю, как получилось. Просто солнышко! Ир, посмотри, как выросли! Третья из Светлани Алексеевне покажу. О-о-о! Светлана Алексеевна, простите. Опоздал. Привет. Здорово, друзья. Светлана Алексеевна. Ну что? Что смотришь? Да просто так. Будешь? А? А, нет. Я просто думал, что… Что? Клюёт! Тяни! Ух ты! Осторожно! Здоровая! Сачок, давай быстрее, Сачок! Давай, давай! Так. Наша взяла. Что-то ты глазами слабоваться стал. И памятью тоже. Капусту морскую надо есть. Да иди ты со своими советами, знаешь куда? Ну! Вера? Вера! Привет, Дим! Ты такая же красивая, как в школе была. Да ладно. Правда, красавица. И ты такой же, как тогда. Знаешь, а у меня сын, его тоже Дима зовут. Приятно, очень приятно. Рад, что у тебя в жизни всё так хорошо сложилось. А как маяк? Кто? И на острове том, одиноком. Загорится верой маяк. Ой! Так ты всё помнишь? Да, помню. Помнишь? Вера маяк. Вера маяк. Надежды, любви, желания. Ага. Так. Я тебе помогу. Эрвин! Эрвин, ты куда это без меня? Не уйдёшь. Аллах. Пойдём, пойдём. Сколько вы с Верой уже вместе? Не помню. Ты не задумывался, почему она не пристает к тебе со свадьбой? У тебя суп остынет. Ешь, голову меньше ударять будет. Знаешь, мне не нравится врать и темнить. Ну, раз так, давай. Мама твоя звонила. Когда? Постоянно. Что с ним? Почему не звонит? Ну, а ты что? Ну, что у тебя дела. Что вся железная дорога на твоих плечах. Что жизнь состоялась. Смеяться хватит. За тебя состоялась. Скажешь тоже. Встретил бы её лет пятнадцать-двадцать назад. Сейчас я её сниму. Не веришь? Смотри, Энди. Позвольте пригласить вашу даму на танец. В сапогах? Ну, и я в сапогах. Прошу вас. Угу. Есть важная информация. Да? Этот тип и наезжал вчера на старика. И это всё? Спасибо. Может, есть ещё что-нибудь? Я только что поспорил, что вы со мной потанцуете. Опустите руку чуть пониже. Угу. Чувствуете? Чувствую. Но, Кара? Это я намекаю, что я на работе. Угу. О! Угу. Угу. И давно это втанцевали в последний раз? Угу. Лет двадцать назад. Угу. 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 Стареем. И женщинам мы больше не нужны. Здрасте. Слушай, успокойся. Здрасте. Не желаете? Отвали. А может, к нам? Да не приставай. Тихо. Девушка, давайте я помогу. Да-да. Угу. Пожалуйста. Ну ты галантный, бомж. Ты что, обиделся, что ли? Э! Он танцевал, как молодой бог. Я уже давно хотел тебе сказать. Ты классный парень. Настоящий матрос. Надо серьёзно поговорить. Но ведь у тебя тоже двойное дно. Извини. Развлечить. Я тебе многим обязан. Нет, надо поговорить, как… Давай поговорим, как матрос с матросом. Пристань. Я же говорил тебе, не надо пить пиво после Рома. А ты что, не хочешь общаться со мной, да? Вот с тобой и так всё ясно. Игнорируют. Спасибо, конечно, за подарок, но мне он не нужен. Ты думаешь, я с голой задницей буду ходить без этих твоих шмоток, а? Зигис, ради разнообразия не пошёл бы ты сам в задницу? Смотри сюда. Забирай. Не нужен мне твой этот вот костюмчик, который рыбы не видят. Забирай. Уймись ты, сейчас испортишь. Всё, не уймусь. Забирай всё это. И вот ты это вот забирай. Нет, стой. Ты всё, всё забери. Ты куда ты пошёл? Эрвин! 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 Ты что, спятил? КОНЕЦ 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 Ребята, да вы что? Спокойно, Варик. Да что ж вы делаете, ребята? Ну, держи. Эх, эх. Ну, ладно, ладно, все, все. Ничего, успокойтесь на участке. Ой, верю, расступится мрак, И на острове дом одиннадцатом Затарин, затарин, затарин. Ой. Да как у врача в операционной. Стерильно. Юрий, посмотри как, а. О, органы. Печень. Здоровенная какая. Наверное, органами кормит. Не смешно. А по-моему, смешно. Это мой информатор. Похоже. Да, это мой стукач. Тебе подвезти? Нет уж, спасибо. Эй. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Спасибо, Яна. Как мы видим, великий Шекспир на протяжении уже многих столетий возбуждает, вызывает эмоции. Продолжим занятия, Антон, на доске. Эрвин! Эрвин! Ну, наконец-то! Где ты был? Ну, извини. Извини. Прости. Глупо получилось. Зигис, я тебя прощаю. Стало легче, да? Я верю, раступится мрак. Прекрати, прекрати, прекрати! Ты же всем штамповал эти письма. Да, на флоте. Все пристроились, кроме меня. Помнишь, как мы на баке загорали, а? Я помню, как я вместо тебя в карцере сидел. Ну, так я из-за того, что ты дёрнул стоп-кран, сегодня ночь в полиции провёл. Знаешь, каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу, как ты изо всей силы толкаешь меня. Я лечу вниз по трапу, а ты сам попадаешь под этот грёбаный балласт. Лучше бы я погиб. Мама бы побольше пенсию получала бы, и ты без ноги не был бы сейчас. А ты определись хоть раз, что для тебя важнее, я или моя нога. Ну... А ты что? Знаешь, это хорошо, что тебе вчера не хватило пороха. Ну... Эрвин, пусти! АНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Где вы брали органы? Ты уже знала, что меня арестуешь? Господин Вахер, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Черт возьми! Что тебе нужно от меня? Из-за каких-то почек, которые доставляли родственники, вы подняли половину криминального отдела? Я внимательно изучила вашу биографию. Да неужели? Ее просто нет. Почему у вас нет прошлого? Прошлое есть у всех, даже у тебя. Только оно было какое-то заковыристое, я прав? В один прекрасный день вы появляетесь и поступаете в университет, Лучше скажи мне, когда ты в последний раз расслаблялась. Из-за таких, как ты, у меня не было ничего. Ни детства, ни дома, ни семьи. Поэтому я и выбрала такую профессию. А если будешь так продолжать, ты потеряешь и ее. Морду бить будете? Кстати, министр здравоохранения вам еще не звонил? Извините. Скажите, пожалуйста. Я слушаю вас, Дмитрий. А как называются ваши рыбки? Карасиус ауратус ауратус. А что? Ну, просто хотел узнать, вы что больше любите, вот этих рыбешек своих или этот кретинский поезд? А что-то еще интересует, Дмитрий? Просто хотел узнать, вы что-нибудь кроме этих рыбешек любите или они для вас самые главные на свете? Дмитрий. Спасибо. Спасибо. Ну, что мы будем делать? Истории с органами мы его надолго не задержим. Может, раскроем ему карты? Давай. Только не затягивай. У тебя 30 секунд. Пересядьте, пожалуйста. Позавчера вечером в 21.30 вы находились в квартире по адресу в ПИИРИ 12.1. Там полно ваших отпечатков. Смотрите. Вы являетесь главным подозреваемым в убийстве Эдуарда Берга. К тому же в этой квартире находился и донор почки. Мы выяснили, что профессор Даленберг давно ожидает пересадки. А группы крови девочки и профессора совпадают. Вы толкнули старика и, не оказав ему помощи, оставили умирать. А это убийство, уважаемый врач. Хоть и не преднамеренное. Дима! Дима, подожди! Дима! Дима! Димочка, пожалуйста, я прошу тебя, не надо этого делать. Они погибнут в этой воде, понимаешь? Ну, я уволяю тебя, но не надо этого делать, слышишь? Дима, я прошу тебя, пожалуйста. Ну, не надо, пожалуйста. Дима, я прошу тебя. Дима! 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 Так, все в раздевалку, быстро! Клёвая шапка! Гостей принимаете? Кто это? Никто не знает, как её зовут. Она ни с кем не хочет разговаривать. Ты придумаешь ей красивое имя? Сам придумывай. Ты можешь побыть с ней недолго. А что с ней? Да много чего. Дочка, ну что случилось? Отстань. Ед. Я неполноценная, а тебе нужна здоровая дочь. Хочешь, чтобы я отвёз её обратно? Да. Ладно. И у меня к тебе просьба. Подумай 30 секунд. Спасибо, что вы даёте хоть парню школу закончить. Наше время за эту колонию ждала бы. Большое вам спасибо. Спасибо вам, что вы нашли время и приехали, и поговорили. А вообще, считаю, что Дима не безнадёжен, он стихи пишет про одинокий остров. Дима, поди-ка подыши воздухом. Эти стихи мой друг Зигис строчил вместо меня. Вера, как меня увидела, сразу поняла, что я на это не способен. А теперь, значит, мой сынок занялся аполгиатом. Я как остров чужой одинокий, пробудившийся ранней весной. Вы, наверное, замёрзли после этого вассе. Да нет, всё в порядке. Ну, всё равно. Можно, Кристина, я вас приглашу в ресторанчик. Согрейтесь. Хорошо. А какая вам музыка нравится? У меня всё есть. Доставьте, что хотите. Да? Классику. Или обнёмся. Ой! Мне больно. Слушай, а зачем ты свистел? Чтобы они расправили крылья. Ну, а если не свистеть? Ударятся в землю. Вот, видишь? А у тебя такое было? Нет. Со мной такого не было. Ой. А у тебя? А у тебя? А у тебя? А у тебя? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, пришли результаты вскрытия. Валяй. Перед падением у старика случился инсульт. Такое бывает с пожилыми, особенно если им угрожают. А мне кажется, он хотел поменять лампочку. Ну да, схватил инсульт, а потом ударил себя по голове тяжелым предметом, да? Старая лампочка перегорела, а осколки новой я нашла в кармане его халата. Помнишь? А человеком, который его ударил, конечно же, была девочка. Старик влез на стул, поднял руки, а потом грохнулся и... А дальше следует сказка про ударивший в угол стола. Я это знаю, куда собралась. Рыбину кормить. Доктор Вахера грозил тебя посадить, если она сдохнет. Ты меня пожалела? Нет, рыбу. Рыбу. Ну что, доктор Вахер? Доктор Вахера грозил тебя посадить. Привет. Это я, твоя студентка Ирма. Знаешь, это нечестно, что по зачету я получила четверку. Мы же договаривались. Ладно, не упрекаю. Но можно исправить на пятерку. Пожалуйста, позвони мне. Чао. Мартин, привет. Это Рейн. Слушай. Короче, нашего старика цыгана больше нет. Мы же должны были к классам в сентябре собраться. А видишь, встретимся раньше. Ну и фотографии школы у тебя. Она на первом этаже в какой-то книжке. Отсканируй ее. Пришли мне. Я дам объявление от нашего класса. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ян, мне нужна машина. Ян, мне срочно нужна машина. Ты понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы же знаете симптомы эпилептического припадка. Дежурный! Скорую! Последственно задыхается! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет. Здравствуй. Ну как там? В целом нормально. Про тебя страшилки всякие рассказывают. Я знаю, знаю. Убийства, продажи органов. Теперь от этой грязи всю жизнь не отмоешься. Как там профессор? Неважно, в общем-то. Анализы я сделал и утром нужно оперировать. Окей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Так значит, предсказание исполнилось. А что за предсказание? В Одессе одна старуха предсказала цыгану, что он умрет между небом и землей. А давно вы с ним? Да. Мы сбежали с ним с детского дома. Стали работать в передвижном цирке. Я ходил по канату. Ездил на велосипеде по тросу. Но когда этой работы не было, ремонтировали линии высокого напряжения. Это он сделал меня врачом. Сказал зашивать раны зверей. Ты уже умеешь. Вставлять суставы акробатам тоже. Ну, в общем, что я на полпути к профессии. А сам он любил широко жить. Сигары, выпивка. Я даже не смог затащить его к себе на кардиограмму. Так получается, вы тогда из-за этого с ним и поругались перед домом, да? Ага. Ну, мне пора. Вас что-то беспокоит? Да. А что обозначают эти бумажные человечки? Да ничего. Олаф! 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 А? Посмотрите на свой бор. Что там еще? Посмотри, говорю. Что это такое? Ну и что? Да это же издевательство над христианским символом. Смотри, попадет тебе. Краска у тебя есть? Осталось только красное. Мне больно. Я и так стараюсь. Куда уж осторожнее. Сама бери и расчесывай. Не буду. Раньше у тебя всегда получалось. А ты не веришь. Почему ты мне не веришь? Там был мотоцикл, я не могла его сбить. Ты его придумала, чтобы дело замяли. А потом и сама поверила. Пусть мне никто не верит. Я-то знаю, что он был. Ты можешь сделать мне больно, сколько тебе угодно. Я все равно никуда не уйду. И под поезд я не брошусь. Я буду с тобой. Можешь меня ненавидеть. Я все равно буду тебя любить. Как трогательно получилось. Я-то. Ребята, изучите внимательно тему. Не суетитесь, вы все успеете. Желаю удачи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тихо, Вронский, тихо. Это же свои, свои. Свои. Есть будешь? Держи. Поешь. Еще тепленькие. Да не могу я жрать этого. Тогда собаки отдай. Собаки. Сидеть, Вронский. Сидеть. Собаки. Вера, завтра возвращается. Я больше так жить не могу. Ты же знаешь, Вера меня любит, а приходишь, как будто бы ничего не было, да? Какого хрена скажи мне? Почему? Ты знаешь, анекдот про хрупкое равновесие? Да рассказывай уже. А знаешь, что Вера мне рассказывала перед отъездом? Ну? Она сказала, что все это прибалтийская пытка. Она хотела, чтобы я поговорил с тобой, а потом передумала. Она не может любовью разрушать дружбу. Потому что после этого нет уже ни любви, ни дружбы. А у тебя как десбур класса? А? Лучше не говори. А то заплатишь. А? Сам сейчас заплачешь. Субтитры сделал DimaTorzok Даня Торзок 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 Я вас не пущу, молодой человек! Мне надо! Отец, смотри, в русский вернулся! Все будет хорошо, отстаньте! Боже, ты же здесь стерильно, здесь стерильно! Осторожнее, прошу. К дороге! Аккуратно, 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 осторожно, осторожно, я куда несёшься, я просто не понимаю, это же больница, осторожней. Бронский, я тебя, отец, потом на своём провезу. Ты уже везёшь. Добавь-ка пару. Постой. Остановись. Пожалуйста. Да постой же ты. Это я была на мотоцикле. Это чумовая вещь. Дисковые тормоза, 21 дюйм, а движок у него просто зверь. Ну что, посмотрим, сколько он вытягивает. Доченька моя, ты не поранилась? Нет, мамочка, полный порядок. Димочка, я беременна. У нас девочка будет в декабре. Кристо, милая… Кристо, милая… Кристо, милая… Мне повезёт себя… И шумenda на мотоцикле... nível… Медрящий… Дисковый bowsк фоize용... Расхит vé raped в течь… Как зовут? Воронский. Ну, ждите, Воронский. Элис, может, сигаретку? Я бросила. Ну, когда? Сейчас. Сейчас. Все нормально. Пойдем. Я никуда отсюда не пойду. Ян, ты лучше иди домой. Слушай, дай нам поговорить, а? Элис, я договорился с начальством, все законно, пойдем. Представляю, как ты стерился перед ними. Небось, брал всю вину на себя. Интересно, что ты там им наплел, чтобы меня отпустили. Сказал, что ты не годишься для этой работы. Что? Ты что, с ума сошел? Значит, сдал. Элис, тебе не хватает толстой шкуры. Да ты, ты полный идиот. Прежде чем любиться в этого идиота, ты увлеклась инструктором в училище, который дырявил твоей мишени. Вместо того, чтобы три часа водить доктора Вахера за нос, ты увлеклась его проницательным взглядом. А этот танцор... Да ты просто сволочь! Лучше отдай меня под суд! Элис, суд тебе не поможет. Ладно. Только давай наши последние 30 секунд. Хорошо? Подумай 30 секунд, и я уйду, Элис. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы свободны? Да. У меня ноль новой информации. Да, это дело разрешилось. А меня с работы выгнали. Ну что ж, поздравляю. А у меня жена на сбор класса уехала. И осталась там. Да? Угу. А, знаете, они там 120-тонные машины делают. А, ваше сколько весит? Куда прикажете ехать? А? А что ж, давайте так погоняем. Давайте. Медленно-медленно опускаем руки. Аккуратно. Хорошо. Демиплие. Высоко голова. Голова. Хорошо. Так. Батман-тандю. Угу. Хорошо. Теперь сначала. Так. Первая позиция. Шар держишь, помнишь? Высоко голова. Хорошо. Длинная шейка. Угу. Третья позиция. Рук. Так. Молодец. Встань на полупальцы. Вращение по точкам. Угу. Хорошо. Давай еще раз. Хорошо. Стоп. Медленно-медленно опускаем руки. Так. Аккуратно. Демиплие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я сочиняю этот блюз О том, что вот уже сентябрь И в общий лагерь брошен груз И как бы мы не расставались Давайте, друзья Поделим однажды на всех А утром каждый свой портрет Вернет промокшему асфальт И поведет Как-то балет Картину старого спектакля Но где-то на дне Мелькнет все равно Яркий свет Во тьме Во тьме И в общий лагерь брошен груз И в общий лагерь брошен груз Субтитры создавал DimaTorzok